В домах, где бытовыми проблемами жильцов занимается товарищество собственников, дела с их решением обстоят немного проще, чем в многоэтажках, которые обслуживают ЖСы или ЖСК. Что делать, если в вашем доме нет главного инженера или председателя кооператива, а проблемы появились? Самый простой способ – набираем номер 115. При звонке на номер 115 принимается звонок оператором. Можно поговорить, оператор сегментирует заявки в зависимости от типов по различным видам неисправностей для дальнейшего направления исполнителю. На портале 115.бел можно оставить фотографию с неисправностью, которую в дальнейшем отработает модератор и тоже направит на исполнение. Операторы службы принимают заявки и отвечают за передачу исполнителю. Например, если перегорела лампочка в подъезде, срок рассмотрения заявки может составить от 3 до 7 дней. А если же у вас текут трубы и вы затапливаете соседа, время прибытия помощи – до 30 минут. Служба 115 принимает все типы заявок касательно ЖКХ, если это даже не относится к устранению проблемы. Служба 115 с момента включения в 2015 году работает круглосуточно. Ни на одну секунду она не выключалась. За этот период уже более 5 миллионов звонков было принято. Служба 115 к концу декабря этого года будет работать уже по всей Беларуси. А сейчас с нами на связи официальный представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Акстилович, который ответит на топ жилищно-бытовых вопросов. Например, если в подъезде перегорела лампочка, кто должен произвести замену? Данные работы производятся за счет средств организации, обслуживающих жилые дома. Если в подъезде разрисованы стены, кто должен заниматься покраской? Работы по косметическому ремонту, либо по устранению вандальных надписей в вспомогательных помещениях жилого дома осуществляются на сегодняшний день только за счет средств собственников жилых помещений. Неизвестный искорежил почтовый ящик. Кто в данной ситуации обязан его починить? Почтовый ящик – это собственность непосредственно того лица, чья квартира указана, по сути, на этом почтовом ящике. Соответственно, и расходы по эксплуатации, ремонту и содержанию он должен замене, должен унести самостоятельно. Находящийся снег возле личного автомобиля должен убирать хозяин или дворник. Есть правила благоустройства города Минска, благоустройства содержания города Минска, которые расслежены Минским городским советом депутатов. И согласно этих правил, лица или граждане, которые паркуют свои транспортные средства на внутридворовых территориях, обязаны осуществлять своевременную уборку от снега на расстоянии.